МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В представительном лагере «Волжский Артек» в первую смену отдохнут 352 ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. По льготным и бесплатным путевкам 225 детей. В этом году в лагере построен новый модульный корпус, что позволило принять на 50 человек больше, пишет телеграм-канал городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Смена в «Волжском Артеке» 21 день, и каждый расписан буквально по часам. Кружки по интересам, квесты, викторины, интеллектуальные и спортивные состязания. Скучать отдыхающим точно будет некогда. В целом в Самарской области этим летом будут работать более 700 организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе 46 загородных, более 650 лагерей дневного пребывания, пришкольных лагерей и 4 лагеря палаточного типа отдохнут и оздоровятся в них 120 тысяч детей. Телеграм-канал Самарского района представил обзор здания кинотеатра «Художественный». Здание расположено на усадебном участке в 1879 году, перешедшем в собственность купца Павла Головкина. Позже здесь был возведен кирпичный оштукатуренный дом с подвальным помещением. По фасаду здание было двухэтажным и заканчивалось во дворе трехэтажным пристроем. Кроме этого, во дворе находились деревянные служебные помещения, конюшни и каретник. Верхние этажи дома и оба этажа с улицы занимали жилые квартиры, сдававшиеся в наем. Там же постоянно проживала семья домовладельца из семи человек. На первом этаже располагались посудообойный магазин владельцев Головкиных и склад. В 1922 году здание было муниципализировано и подверглось капитальной перестройке. Была проведена перепланировка внутренних помещений, надстроен третий этаж со стороны улицы, сглажен фасад. Изменились и функции строения. В нем разместилась дирекция и сам кинотеатр художественный, который сегодня продолжает свою работу.